Сейчас срочные новости. Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмира. Об этом доложил в четверг президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Правительственная армия заняла высоты окружающий город после того, как их покинули боевики террористической организации «Исламское государство». Город неоднократно переходил из рук в руки. 27 марта прошлого года сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации полностью очистили Пальмиру, однако в конце года террористы вновь захватили этот город, разрушив еще несколько памятников историко-архитектурного комплекса «Древний Пальмира». И вот сегодня стало известно, что бойцы сирийской армии взяли штурмом крепость Эмира Фахреддина на западном въезде в город. Об этом сообщает ТАСС. При этом они также заняли штаб ИГИЛ, который находился на одном из холмов в дворце Касар-эль-Кутри на юго-западной окраине города. Это стало возможным после того, как противник в панике отступил со своих позиций. Эту операцию разработали сразу после того, как стало понятно, Алеппо больше ничего не угрожает. Сирийская регулярная армия смогла сосредоточить свои главные силы под Пальмирой только после вытеснения боевиков из экономической столицы страны. В прошлый раз, ровно год назад, боевики покидали Пальмиру, предварительно заминировав не только памятники мировой истории и архитектуры, но и современные кварталы. Тогда сапёрам инженерных войск Министерства обороны России потребовалось несколько недель, чтобы обезвредить сотни заложенных боевиками взрывных устройств. На сегодняшний день, судя по данным, полученным беспилотным летательным аппаратом, главные строения знаменитого Древнеримского театра взорваны боевиками, так же, как известный всем Тетрапеллон, располагавшийся неподалёку. Что ещё уничтожили боевики, станет ясно в ближайшее время. Сирийская регулярная армия перед освобождением Пальмиры заняла все ключевые высоты к юго-западу от древнего города. Решающим стало взятие древней цитадель, возвышающейся над оазисом. Точечные удары российских ВКС по позициям боевиков в окрестностях Пальмиры, по словам сирийских военных, оказали существенную помощь. Однако главным звеном стало именно освобождение от боевиков Алеппо. Ведь именно туда, где без преувеличения решалась судьба Сирии как единой страны, были стянуты все силы сирийской регулярной армии. В том числе и те подразделения, которые защищали от боевиков, освобождённую год назад Пальмиру. Древним городам пришлось пожертвовать ради спасения тысяч и тысяч мирных жителей, занимаемые боевиками на протяжении четырёх лет в восточной части Алеппо. Теперь освобождён не только Алеппо, но и Пальмира. Боевики понесли большие потери в живой силе и технике. Правда, в современных кварталах города, Тадморе, продолжают работать их снайперы. Войска сирийской регулярной армии ведут зачистку. Впереди работа сапёров, ведь боевики после отступления оставляют и мощные фугасы, и мины ловушки.